Всем доброе утро. Вроде бы как от обжорства мы все отошли. Вроде бы всё это прошло. Лёшка только-только уехал на работу на полдня. Вроде бы Карина же не дома. Так что я уже не одна. Я даже не знаю. Вот сегодня хотела заниматься. Лёша сказала, дать отдохнуть мышцам, потому что им капать какой-то. И так из-за того, что у них толком-то и нет. У меня всё болит. Я говорю, Лёша, сделай мне массаж вчера. Так просто помни. Не уменьшись делать, но просто помни. Это как бы приятно будет. Так он, давай мять. Я говорю, да аккуратно, блин, что ты так делаешь? Да я аккуратно. Он говорит, нет силы, не может рассчитывать. Я говорю, чуть-чуть просто надо надавить. Он как начал давить, как будто это пальцами. Ёлки-палки. Это был самый ужасный массаж моей жизни. Я говорю, если бы ты был массажистом, я бы тебе не хороша бы не заплатила. Но всё равно спасибо. Сегодня нас ожидает с Лёшкой играние в игры. Поэтому сейчас первым делом я поставлю устанавливаться на наши игрушки, которые он скачал. Будем сегодня играть. И мышка такая глазная, что мне Лёшка купил. Прям такая вот всё, наконец-то у меня есть хорошая мышка. А то сломала ту давно уже. Такая красивая. Кстати, это же мышка той же фирмы, что он и дарил дизайнерскую. То есть ей тоже такая красивая. У неё в комплекте мешочек идёт. Прям гламур. Смотрите, с кем я сплю. Этот сок, кстати, вообще обалденный. Я вчера усналась, пила, а потом он остался. Капелька тут. Очень вкусный. Я любитель апельсинового сока. Но вот этот, это вообще, это просто. На самом деле у меня вчера был просто конец света. Я сидела и считала. Смотрите, состав. Проблема века. Фруктовая частына становится наименьше, ниже 25%. Хорошо. Значит, эти 25% это сок красного апельсина 16,8%. И апельсиновый сок концентрированный 8,2%. То есть эти 25% это вот два сока. Дальше идёт сахарный сироп, регулятор кислотности, красительный и ароматизатор. Вопрос. Где 75%? Неужели 75% это сахарный сироп? Или кармин, или экстракт чёрной морковки? Или ароматизатор? Почему-то нет, например, воды? Или какой-то байды, там, другого сока? Что? Где 75%? Ответьте мне. Женя, мне вкусно, но я не понимаю, что я пью. Где ещё 75%? Вообще непонятное, что-то. Надо фотку с блинчиками выставить в этом старом. Друзья, спасибо всем, кто подписывается на канал, кто подписывает Инстаграм. Мне очень приятно, потому что для меня это важно. Ютуб это вообще сейчас у меня очень важный-важный. Наконец-то мне Лёшка наладил контакт со всем. И теперь я опять буду делать красивые превью и быстро рассказывать в группе, дальше продолжать вести группу, потому что я её немножко забросила. Из-за того, что у меня были глюки, я не могла рассказывать о видео в ВКонтакте и делать красивые превью. Мне это бесило. Но теперь я могу всё это снова делать. И давайте быстрее подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, вступайте в неё и будем там тоже общаться. Возможно, какие-то опросы буду создавать. Ещё хочу открыть плейлист с дурацкими тестами. Я когда заводила канал, наверное, многие не знают, потому что знают, я была Диана Вонг. Я и стою с Дианой Вонг, меня многие так называют. Я на Инстаграме Мисс Вонг. Это мой псевдоним. И вот у меня был плейлист с тестами. То есть я проходила игры и тесты у меня были. И я этот плейлист открою. Вы его посмотрите. Да, естественно, там сейчас не очень хороший звук и картинка, потому что это только начало было, я ещё толком не разбиралась. Вы посмотрите. Если вам такой формат интересен, можно будет как-то там раз в неделю или когда-то выпускать такие ролики. То есть это прикольно. Я думаю, я открою, вы смотрите там на здоровье. Это забавно. Игры, естественно, я поняла, что у моей аудитории не сильно будет интересно смотреть. Поэтому игры... У меня, если честно, ноутбук сильно игры не тянул. Какие-то супер крутые игры я бы не потянула. А вот тесты вдруг вам будут интересны, потому что тесты там такие забавные. Ладно, друзья, пора вставать, не завтракать, монтировать два ролика, устанавливать игры, готовить суп, рыбу. Точнее, я поняла, что я сегодня буду отдать кушать. Сижу тут, трыдю. Сварим сегодня с вами тут сливочный суп. Меня многие спрашивали рецепт. Я вам сегодня его покажу. Сегодня под раздачу попадает какао-мусолода Моколаты от Якобс. Якобс слишком рекламируют, поэтому сегодня я проверю, вкусно это или нет. Ой. Блин, аромат просто потрясный. Такой, знаете, какой-то какао... Какой-то карамельный попкорн или вот что-то такое. Очень пахнет. Я ещё попробую, скажем, как на вкус. Блинчиков осталось две штучки, я их слопаю на завтрак. Но они правда вкусные получились, ничего не скажешь. Такие прям ням-ням. Можно было, конечно, потоньше их сделать, но я очень не люблю долго сидеть с блинами, поэтому я бывает психую, делаю их толстые иногда. Хотела вам задать такой вопрос. Вот что-то мне в голову взбрел такой вопрос. Если бы вам дали возможность деньги переехать в другую страну, куда бы вы переехали? Я бы с удовольствием переехала в Японию. В Японию это вообще-то класс. Если не в Японию, то в Америку. А если не в Америку, то, например, в Новую Зеландию или Шотландию. Короче, вот так. В Японию, наверное, фаворит. Вообще вот туда бы я с удовольствием переехала. Да видите, какая у меня красивая мышка. Прям такая она очень гламурная. Такая приятная руке беленькая. Очень красивая. Чего еще хочу вам сказать, друзья. Не забывайте про группу. Еще раз повторяю. Здесь я оставляю ссылочку на Ask. Топиш. Вы можете задавать любые вопросы. Я также оставлю эту ссылочку в Ютубе, на канале, под видео. Чтобы вы могли задавать любые вопросы, потому что это анонимно, это интересно. Вы можете предлагать здесь темы для беседок. Вы можете здесь вообще все, что угодно писать. Это таск общий наш с Лешкой. Теперь это был мой, но теперь я торжественно объявляю в общем. Поэтому задавайте, что хотите. Отвечу на все вопросы. По-моему, это интересно. Вы можете предлагать темы вообще для новых роликов, темы для беседки. Вопросы задавать, которые мы можем потом ответить вместе с Лешей. В общем, я думаю, если вы в этом поучаствуете, то это будет очень даже интересно. Я знаю, что в группе пока очень мало людей и не все активны. Точнее, активностей очень мало в группе. Так что давайте с канала попробуем вместе запустить группу так, чтобы она была такая активная. Потому что веду ее я. И буду вести ее еще лучше, еще больше поднимать какие-то обсуждения. Я думаю, это очень-очень интересно. Одно видео я уже смонтировала. Скоро его закину. Жду Лешку. Установила одну игру. Сейчас нужно будет установить еще одну. А сейчас я поду, наверное, готовить супчик с вами. Я прям весь рецепт его показать не буду. Я просто толком расскажу, потому что он очень простой. и расскажу, в чем вот маленькая загвоздка этого супа. Боже, забыла сказать про напиток кофейный. Ну, как-то не очень. Вот на запах оно было лучше, чем на вкус. Вот пока Петровская слабода лучше, что я пила из этой химозной фигни. Это реально лучше. Это пока как-то не очень. Смотрите, друзья, первым делом я буду обжаривать на сливочном, внимание, на сливочном масле, куриное мясо. И тем временем я поставила уже воду на огонь. Я сегодня делаю с ножками. Я, честно говоря, думала, что я размораживаю стык, но, казалось, ножки. Вот так. Одно видео уже выкладываю, второе сейчас буду монтировать. Все у меня сегодня идет поплавать. В общем, я немножечко обжарю с двух сторон до румяной корочки и отправляю в воду дальше варить на мясо. Потом на этом же масле я буду жарить нашу поджарочку для супа. И в этом-то будет и весь прикол этого сливочного сырного супа. Какая беда сегодня с маслом случилась. Я не знаю. Я, блин, оно не разлетело в все стороны, брызгало на меня, на печку, на стены. Причем оно было не на сильном огне. Может быть, сливочное масло сегодня взбесилось. Ну, это было жей. В общем-то, мясо я уже отправила вариться. Начинаю жарить морковку на этом же масле. В мясо сейчас нарежу картошечку, отправлю. Дальше будем делать нашу зажарочку. А вот теперь я к нашей морковке отправляю где-то половину вот такой солбаски сливочного сыра. Вот прям вот так вот беру и выдавливаю вот сюда этот сыр. И все. Добавляю чесночок и жду, как вот этот сыр расплавится. Вот так это должно выглядеть. Можно даже больше сыра добавить, но я добавляла то, что осталось. Когда я добавила поджарку, проварила немножко супчик. Я добавлю зелень. Много зелени. Ну, естественно, я солила, перчила, чесночок, но больше ничего я добавляю в такой суп. Он так получается очень вкусным, насыщенным. А после зелени на густо посыпаю суп сыром. Да, с сыром. Любимый Лешкин суп ждет его, когда он вернется с работы. Я все на сегодня полдня готовлю. Сейчас решила сделать нам с Лешкой вот эту фигнюшку попробовать. Там я не впечатлила. Может быть, вот это впечатлить, но название галка меня, если честно, немного отталкивает. Но это типа латте. Поэтому сейчас попробуем. Отдохнемся немножко. У нас дождь был. Ну, круто. Все. Я же выпила свое, а Лешка все не видит. Хочу сказать, что это тоже не Петровская слобода. Короче, все, что я бы не купила, это не Петровская слобода. А Петровской слободы не было, в Ашане, прикинь. А, с кого тебе есть? Тебе приваблют? Синева тебе. А тебе? Мне приваблюет Петровская слобода у тебя. Она не горячая. Горячая. Батюшки, ну давай, подуй. Там даже дым оттуда не идет. Да, мне не должен идти. Отсюда идет пар. Фу, мутный. Я вот привьюшечку делаю. Нет, что я могу все делать там, где мне удобно. Так-то очень неожиданно к нам грядуст гости, друзья. Я звонила маме с папой, они там после работы ехали уже домой, но смотрю, время к пяти, а я еще ужинаю, очень много наделала. Запекла там картошечку с овощами, с рыбой. Думаю, позову маму с папой. Вдруг откажутся. Я шучу. И надеялась, что не согласятся. Не согласились. И вот Лешка быстро побежал в магазин за соком, там, десертиками. Может, рыбку еще купить, потому что все-таки рыбы не так-то много. Я не думала, что родители придут. Я позвала так быстро. Мама с папой согласились. Вот они скоро придут к нам в гости. Я накрыла стол. Мы будем есть хлеб. Вот. Ну а что еще надо? Что-то еще надо? Салатик сделала. Овощной вот сейчас. Мое блюдо. Ну я не залила его сливками. Вот решила, что не нужно. Может быть, и надо было. Да ладно. Думаю, так вкусно будет. Рыбка вот. Так что ждем родителей в гости. Да и мама с папой только что пришли. Чтобы не видели. А что это такое? Все, Лешка купил такое интересное. Окей. Папа, ты его принес. А, ничего себе, чизклейки. Все, можно насыпать, да? Можно насыпать. Говорить, хочешь насыпать? Буду гречь. О, ты этот? Это классно. Ну давай, помогай мне тогда наливать сок. Папа, это что не нужна? Да, она просто застывает. Все, сейчас я беру. Давай, смотри. Салатчик очень вкусный. Спасибо Богу. Обалденно. Еще я рыбу боюсь попробовать. Рыбу, картошку, еру, палат, еру. Мне нравится. Почему? Мы вообще попробуем. Рыба смущает из-за этой преправы, Сверху. Не смущает, он смущался, да, именно с нами. Рыба смущает, что у нас запеченная вместе с картошкой. Рыба. Попробуем, это часто. Ммм, ммм, мм. Все дело в оливковом масле. Страша, который мы покупали, ты не ешь. Яночка, а ты меня снимаешь, как я хала этот рефлик. Ты же пережил, что ты не наедешься. А я, как, наедся у Дианы. А я просто рыбу. У нас еще не сердце есть. Он так не решила, как вешать. А я, как, наедся у Дианы. А вот зачем ты его рядом. Я могу не наедся у Дианы. Слушай, я такая плохая характера. А ну, конечно, достой, я пробую тебя, что там. Теперь мы встали и ушли. О, как круто. У него тоже картошка. Кейптаун. Кейптаун. А где-то ходит Кейптаун, Дианычка? Без понятия. Смотришь, флаг. Ну, что это флаг. Чем? Чем? А в Америке какая-то. Что у вас там дарится? А в Америке. А в Америке. Канада. А у нас теперь чаек и ческейк по расписанию. Торгожая Викна. Я снимаю Диасику. Диасика, расскажи, как прошел наш вечер. Нормас. Наелась, напылась. Ой, а кто приближение включил? Опа. Убрали приближение. Как, Диасика, прошел вечер? Хорошо прошел. Но? Объелись. Объелись. Сейчас еще раз объедимся и спать повалимся. Это же так это. Тоже так это. Ну, кино стоит какое-то, что там, когда у нас тут? Что-то там про дорогу. Про какой-то грузовик. Да. Очередной бред. Мы хотели поиграть, но мы, твои игроманы, знаем, что нельзя сесть и просто в часик поиграть в игру. Да. Моргнул одним лазом, прошел час, вторым еще два часа. И все. И там уже и на работу. Поэтому смотрим кино и, как всегда, объедаемся. Да. Да. Вы не забывайте то, о чем я сегодня вам говорила, про группу. Не забывайте то, о чем Диана говорила. Да. Мы забываем. Если снимаешь, ты уже не видишь. Я тебя снимаю. Ты у меня с разных ракурсов. Я там дурацкий похоже. Я себя снимаю. Все, друзья, на этом... Будем заканчивать... Да. ...сегодняшний влог. Да. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи, друзья. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.